Доброго времени суток, дамы и господа. Многие люди задавали мне вопросы на стримах касательно того, что будет на Близконе касательно World of Warcraft'а. Будет ли проанонсирован новый аддон, что нас вообще ждет? Я, конечно же, отвечал, да, то, что пора уже, конечно, компании Blizzard анонсировать новый аддон, и по таймингам это состоится. Да, состоялось, но только никто не думал, что будет проанонсировано сразу три новых дополнения, которые будут включены в единую сагу. Ее название World Soul. Что нас ждет в этой World Soul саге? Нас ждет целых три дополнения. Название им. Первое. The War Within. Второе. Midnight. Третье. Last Titan. В первом дополнении мы отправимся в королевство Нерубов, там будут подземные ужасы и все с этим связанное. Во втором дополнении будет помощь эльфам, и мы вернемся в старые земли Кельталаса. В третьем дополнении, Last Titan, мы в Ульдуаре увидим Титана, Азерот, вернемся в Нордскол. Эти дополнения будут выходить чуточку чаще, чем мы привыкли видеть на текущий момент. То есть, возможно, вместо привычных там двух лет, плюс-минус три месяца, эти дополнения будут выходить с периодичностью, ну, быть может, год-полтора, как говорится, посмотрим на практике. Если мы хотим подробно узнать информацию касательно первого дополнения The War Within, то я предлагаю переместиться на место скорби для русских аккаунтов, а именно магазин Blizzard. Вау, 290 рублей, а че толку, если все равно все цены в евро уже более года? Epic Edition 90 евро, Heroic Edition 70 евро, и базовое издание 50 евро. Вместе с дополнением The War Within мы получаем Dragonflight, которая получила признание игроков. Интересно, по какому пункту? Эти люди играли вообще во второй сезон текущий, им нравится мета текущая? Окей, это их дело. Да, конечно, есть кнопка подарить, и если мы попросим человечка, у которого европейский аккаунт ее нажать, то там просто-напросто отсутствует секция, куда вписывается почта с целью того, чтобы сгенерировался код. Например, для игрового времени это прокатывает. Если же дарить по батлтагу, то напишет игрок с этим батлтагом не может принимать подарки. Напомню, с 3 июня те аккаунты, которые принадлежат RF или RB, не могут принимать подарки от компании Blizzard. К сожалению. Да, различные информации имеются, то, что дополнение выйдет не позднее 31 декабря 2024 года, то, что имеется бонус в виде раннего доступа, мы его, конечно же, сейчас рассмотрим. Ну, то есть, инфа-инфа накидана, да. Касательно наполнения. Красивые картиночки и сравнения. Base Edition, Heroic, Epic, торговые жетоны для торговой лавки, мы там сетики покупаем, пушечки, питомцев, трансмоги разные. В Heroic Edition плюсом идет транспорт и сет, который можно улучшать. Каким образом? Я не в курсе. Что имеет в себе Epic Edition за 90 евро? Доступ к бета-версии. Гарантированный получается, тогда, когда она стартанет уже в виде беты. Альфу вы не получите, бету точно получите. Трехдневный ранний доступ. Компания Blizzard полюбила эту штуку. Для Дьявла это делали. И вот для Вова, собственно, тоже начали. 30 дней игрового времени, питомец, игрушка и камень возвращения. На текущий момент такая грустная ситуация. Реально, заходя в шоп батлнета, испытываешь грусть. Это реально место скорби. Место реально грустное. Но, надеюсь, все станет лучше. Ситуация хоть как-то исправится. Если не сделаем предзаказ, ну, по крайней мере, надеюсь, будут какие-то коды уже после релиза дополнения. Да, конечно, хотелось бы там стартануть заранее за три дня. Да, было бы круто. Ну, таковы реалии. Таковы реалии. Что можно сделать на текущий момент? Первый пункт, как вариант выхода из этой ситуации. Смена региона. Второй, новый аккаунт. Ну, а третий, дождаться каких-то кодов. Окей, ждем. Каждый выберет для себя свой пункт по своему кошельку, по своему настроению, а кто-то вообще просто эту игру дропнет. Быть может, это даже правильное решение для многих людей. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok